Никита, привет. Добрый день. Спасибо, что принял участие в нашей конференции по Zero Trust. Скажи, что вам, как этой концепции, какие продукты и услуги представляет компания Gazanform Service, которые ты представляешь, и как они смогут помочь в реализации как раз ZTNA, этого подхода. Да, спасибо, что пригласили. Отвечая на вопрос, могу сказать так, что саму концепцию ZTNA довольно сложно реализовать одним продуктом. Соответственно, если мы рассматриваем ZTNA при первом приближении, его можно реализовать с помощью продуктов по обеспечению, скажем, класса Firewall и продукта класса систем NAC, это Access Control. В компании Gazanform Service мы разрабатываем продукт FRSCS, Access Control Server, который как раз таки обеспечивает авторизацию, авторизацию пользователей в сети. Продукт развивается уже два года, это абсолютно новая разработка, то есть на новых технологиях. И, значит, используя, скажем, подход в авторизации авторизации пользователей, в основном это 802.1x с настраиваемыми политиками доступа, с профилированием устройств, мы можем, скажем так, предоставить уже рынку решения, которые бы в совокупности еще с каким-либо Firewall, или там Next Generation Firewall, или Firewall as a Service, мы бы могли поставить наше решение, и вот вместе это как раз таки было бы решение по ZTNA. Помимо этого, хотел бы еще отметить, что в компании Gazanform Service идет разработка целой сетевой платформы, которая называется FR Security Center. и продукт FRC CS, он вливается, он заходит в эту платформу, и в дальнейшем все развитие будет уже в рамках этой самой платформы. Также помимо Access Control Server в этой платформе будет присутствовать продукт под названием Config Inspector, о нем уже наверняка все слышали, и еще все разрабатываемые модули, которые так или иначе относятся к обеспечению сетевой безопасности, тоже будут включены в эту модульную платформу. В общем-то, сама эта платформа подразумевает, скажем, гибкую настройку и предоставление заказчику именно тех продуктов, которые нужны ему для обеспечения тех или иных потребностей. То есть, если необходимо, скажем, контролировать доступ в сеть, давайте, пожалуйста, можно отдельно купить модуль ACS. Если мы говорим про контроль целостности конфигурации, да, сетевого оборудования, то это Config Inspector. Важно хотел бы отметить, что вместе, когда эти модули работают и, в общем-то, понятно, приобретены лицензии соответствующие, то достигается такой синергетический эффект, когда можно не просто, как бы, ну, взять один, да, и второй, и, как бы, просто они, да, несут какие-то, ну, реализуют какие-то задачи, помогают решить проблемы, а вместе они еще большее количество, скажем, покрывают различных сценариев, ну, таких, как управление коммутаторами, удаленное управление, удаленное конфигурирование, массовое конфигурирование коммутаторов и прочее, прочее, прочее. Я правильно понял, что что EFRO с HTCES, да, это, в общем-то, НАК, да, если так по-простому говорить, и что ваш подход, он как раз заключается в том, что нужно выстраивать концепцию ZTNA вокруг, как бы, НАКа, да, то есть подключать к нему сторонние сервисы дополнительные, да, и уже, как бы, он будет управлять вот этой микросегментацией, правами доступа, всеми политиками и так далее, да? Да, совершенно верно. Тут именно история в том, что, если мы убираем внутренний периметр как таковой, и по концепции Zero Trust у нас все недоверено, да, то есть каждое подключение воспринимается как атака, то вот в этой парадигме важно понимать, что кто будет вот разрешать все конфликты, то есть, да, разрешать все запросы. И если Firewall, ну, вот опять же, мое видение, что если Firewall выступает как неким таким первым фронтом, который принимает на себя удар, и если, скажем, он проксирующий, то он может перенаправить уже запрос на аудификацию внутрь, вот внутри как раз-таки решение класса НАК, в частности, FRSCS, могут решить эту проблему. Хорошо. По сценариям хотелось бы спройтись, да, то есть, ну, вот у меня, может быть, такие ассоциации возникают, когда мы говорим о применении НАКа, да, это встреча идет о некой внутренней инфраструктуре, да, и гранулярном, может, управлении доступом и политиками внутри этой инфраструктуры, да. А когда мы говорим там о Zero Trust, мы, в большинстве случаев, подразумеваем неких там внешних удаленных пользователей, вот в вашем случае сценарии какие подразумеваются по использованию шляфа с HACS? В этом случае мы позиционируем, да, подключающееся устройство, как, скажем, некое, ну, некое неизведанное для нас устройство, и это устройство, в свою очередь, надо как-то спрофилировать, то есть нужно составить определенный портрет, да, ну, грубо говоря, подключаемого устройства. И в зависимости от того, как профилируется это оборудование, ну, будь то это, да, там, смартфон, ноутбук, да, или это какой-то десктопный, десктоп классический, в зависимости от этого и от того, что нам пришло, то есть какие пришли наборы, скажем так, наборы, ну, не то, что фингерпринт, а наборы некоторых параметров, которые могут как-то отождествлять это устройство. То есть, грубо говоря, мы понимаем, что если это подключается десктоп, у него есть сертификат, который был выдан нашим ЦА, и этот сертификат пришел в запросе с токена, который был, да, включен, значит, в саму машину. Если это пользователь, который заходит под доменной учетной записью, причем в нашей доменной учетной записью, да, в нашем домене, и по многим другим еще параметрам мы понимаем, что, в принципе, да, мы можем отфильтровать такого пользователя, то прохождение вот этих вот проверок последовательно приводит к тому, что, получается, доступ, будет разрешен доступ этому пользователям, этой машине к определенным сегментам сети. Ну, для удаленного доступа надо все равно еще как бы отдельно, да, это будет использоваться некий сторонний, очевидно, шлюз, да, через который... Да, это должно быть некое стороннее решение, которое должно как-то маршрутизировать, разрешать, да, подключение извне к комплексу. Разницы особо нету, да, то есть это могут быть как внутренние рабочие станции, внутри периметра, это могут быть там, бьет устройство там за пределами периметра, да, и что угодно, да? Да, то есть по факту все, что приходит в запросах на сетевое оборудование в нашей компании, да, то есть все, что вот обрабатываются сами службы, и что, в свою очередь, ретранслируется в НАК-систему, оно все может быть обработано. Разумеется, можно задать там поведение, если совершенно никак не отработано, и мы можем пометить устройство, ну, как бы, скажем, отметить его, что оно ни по каким параметрам к нам не подходит, ну, просто reject, и это как бы даже еще можно дальше настроить, некоторые правила исключений, которые будут призывать, что вот это устройство, оно теперь будет там какую-то отдельную совершенно под сеть уходить всегда, потому что оно там совершенно неизвестное нам. Да, скажи вот такой момент еще, если мы, допустим, купили штефер с ACS, да, мы же настроили интеграцию там с внешним шлюзом, что осилили даже все политики там по предоставлению доступа, да, там все это настроили, нам этого достаточно? Или у этого решения, у этого подхода требуется некая аж постоянная поддержка, и нужно аж выстроить некий процесс там на долгие годы вперед? Ну, если мы говорим вообще в целом, да, про подход ZTNA, то это вот Firewall плюс NAC, это такой, скажем, некий такой специфический случай, да, то есть оно, а некоторым организациям оно может подойти. В других организациях могут быть облака, где потребуются брокеры, да, выступы, да, к таким облакам. В других организациях могут быть, скажем, кейсы, где нужно приоритизировать трафик, да, тогда может, если имеет смысл использовать продукты, которые SD-WAN реализует, и прочее-прочее. То есть важно понимать, что из вот пакета SACE, да, или как правильно его сказать, может каждая компания использовать тот или иной комбинацию продуктов и технологий, которые подходят наиболее им самим, да, под их задачи. Что касается в целом вообще про имплементацию решения ZTNA в компании, мое мнение, что обойтись сугубо программно-аппаратным комплексом, то есть вот мы поставили, да, и хотим, чтобы это работало, ну, так не получится. Дело все в том, что это все дело нужно администрировать, и еще, когда мы снижаем поверхность защиты, да, убирая периметр внутренний, то нам важно администрировать пользователей, их права, привилегии, политики, и это все нужно поддерживать. И это влечет за собой перестраивание, во-первых, внутренних процессов работы самих сотрудников, которые взаимодействуют с корпоративными ресурсами, и в ровной степени самих инженеров безопасности, на которых накладывается, соответственно, большее количество задач. Это не то, что там, как раньше мы VPN настраивали, а это теперь, ну, понятно, что мы воспринимаем любой коннект как атаку, соответственно, нужно настроить все таким образом, чтобы мы, условно говоря, всегда были готовы к атакам. Ну, а с точки зрения, что требует, может быть, больших усилий, и на чем нужно сосредоточиться, в первую очередь, на внедрении технических средств, о которых мы говорили, или скорее на адаптации персонала и сотрудников к использованию ZNA, потому что они же это, ну, они это заметят, да, если речь будет идти об использовании НАКа, да, что очевидно, им надо будет там удовлетворять требованиям и политикам, да, и, возможно, здесь будут какие-то сложности, да, у кого-то. Вот как правильно составить акценты и приоритеты? Ну, здесь можно зайти с обеих сторон. Значит, если мы зайдем со стороны пользователей, то пользователю, что важно, ему нужно в первую очередь иметь доступ к корпоративным ресурсам. Вот мы на конференции обсуждали, что и зачастую доступ к корпоративным ресурсам, ну, опять же, в пандемии, может быть затруднен. То есть где-то может VPN не работать, где-то слабый коннект, но летом же все на даче сидели, там, да, старались быть за городом, и работа удаленно может быть затруднена. Вследствие этого что происходит? Нужно пользователям дать новый механизм подключения к этим ресурсам, то есть показать, что, да, вот есть их личная машина и есть корпоративный ресурс. Если раньше это было четкое разграничение, вот это вот, значит, домашний компьютер, а это рабочий, то с имплементацией решений ЗТНА, эта грань, она может быть смыта или размыта вовсе. Дело в том, что если мы имеем подключение к неким облакам для работы с документами, и, скажем, там, ну, программисты работают с кодовой базой, да, то им нужно иметь коннекты к соответствующим хранилищам. Соответственно, здесь нужно им, пользователям, перестроиться вот на новый, скажем так, способ подключения к этим ресурсам. И, разумеется, все, как бы, документации, все вот эти вот способы подключения, их также нужно еще и будет продублировать, чтобы человек мог из телефона подключаться. Вот по своему опыту могу сказать, что вот я не могу иногда просмотреть какие-то сообщения, вещи, которые приходят в мессенджере мне на телефон, потому что эти изображения все находятся там, удалено, и мне нужно подключаться удаленно, лучше вот с ноутбука. Что касается вот самой инфраструктуры сетевой, то здесь вот как раз тоже нужно делать параллельно. То есть нужно, во-первых, постепенно вводить инструменты из ЭТНА. Мы не можем взять и вырезать все сразу и поставить что-то новое. Ну, во-первых, это будет страдать бизнес сразу, это будут серьезные потери по деньгам, да, потому что встанет работа предприятия. Во-вторых, перемены все всегда, ну, зачастую воспринимают так немножечко в штыки и осторожно, да, зачем нам это, ведь если работало и так хорошо. Да, и, соответственно, приходя к некой сначала гибридной модели работы, когда мы берем старые способы, тот же там VPN, и привлекаем, например, новые какие-то инструменты, там, тот же firewall, какие-то способы подключения к облакам, и мы потихоньку-потихоньку начинаем замещать старое на новое. И пользователь также параллельно готовим. Вот если, мне кажется, параллельно заниматься и инфраструктурой, и, скажем, подготовкой пользователей, тогда можно достичь максимальный эффект. Да, и последний короткий вопрос, что требуется от сотрудников аж национальной безопасности, да, потому что, очевидно, при использовании ЗТНА, да, при переходе на эту концепцию, нужно достаточно гранулярно аж прописать там все политики доступа, все права, да, то есть продумать систему штат-аутентификации с пользователями, да, и идентификации, да, то есть это все достаточно, мне кажется, что массивные штаб-объемы проработки надо сделать, да, чтобы именно все это, что эффективно заработало. Ну, вы правильно сказали, что нужно это проработать. На мой взгляд, в первую очередь нужно проработать возможные векторы атак, которые могут, в общем-то, да, приходить на обновленную инфраструктуру, прежде чем, ну, условно говоря, прежде чем говорить, что все, мы переходим из ЗТНА, нужно проработать модели угроз, которые могут возникнуть, потому что если сейчас мы понимаем, что могут угнать креденшалы там от VPN, и когда пользователь попадает в VPN, ну, никто не скажет, что это не он, да, и вот у него уже все есть, а он попал под VPN, он делает все, что угодно. Могут быть утечки, могут быть там различные атаки на ресурсы, которые даже, в первую очередь, может, не кажутся корпоративными. Соответственно, мое видение, что нужно составить вот эти вот модели угроз, их проработать. И от них, да, уже отталкиваться. И отталкиваться от них. Потому что если мы будем стараться, наверное, как-то все это охватить сразу, да, что писать, там, что ганулярно, что модель стрелевого доступа, да, все выстроить для всех сотрудников, да, вот эту матрицу, что огромную, мы, наверное, никогда не внедрим, да, это все. Ну, да, это все должно итеративно происходить. И, опять же, напомню, что аппетит приходит во время еды. То есть по мере имплементации того или иного решения при составлении, там, матрицы доступа, ну, если это можно так называть, будут появляться такие мысли, а что если, да, а что вот если это является неким таким маркером моделей атаки, мы понимаем, что, а если, например, там пользователь подключается с рутованного, там, андроида, ведь не секрет, что рутованный андроид, он в себе таит массу, как бы, зловредов, потенциально может хранить зловред, потому что разблокирован загрузчик, а, значит, сказать, там, застоверденностью, что там не стоит какой-то логер на этом устройстве мы не можем. Просто надо отметить, что эти устройства, они прошли определенный путь, там, от старых до новых версий, там безопасность существенно усилена. И вот подобные модели, они всегда будут появляться по мере имплементации этого решения. Сначала мы характеризуем какие-то базовые вещи, мы их как-то там, да, обустраиваем, мы как-то пытаемся их закрыть, прикидываем варианты, может, даже меняем инструментарий, потому что некоторые программные продукты могут не подходить по тем или иным качествам. А потом по мере внедрения, опытной эксплуатации будут уже появляться, ну, скажем, более такие прикладные. Хорошо, Никит, большое спасибо за интересное интервью, что сказал так подробно про ваш подход к реализации этой концепции ZTNA. И желаете удачи в развитии с линейки EFRO, с уже, как ты сказал, платформы, да? Будем стараться. Которая готовится. Спасибо, что приехал. Да, благодарю. Спасибо.